За вклад в развитие здравоохранения и добросовестную работу. Именно так звучит формулировка в приказе президента Владимира Путина о поощрении медиков почетным званием заслуженный врач Российской Федерации. В Ульяновске такого признания в этом году удостоена заведующей эндокринологическим отделением областной клинической больницы Галина Милюкова. Профессии она уже 38 лет, 20 из которых в качестве руководителя профильного отделения. По окончании Куйбышевского мединститута доктор оказалась в Ульяновске. Когда встал вопрос о том, какую выбрать узкую специализацию, послушала совет своего старшего коллеги из областного отдела здравоохранения обратить внимание на эндокринологию. И ничуть не пожалела об этом. Это заслуга и моих учителей, которые привели меня в профессию. Это заслуга моих родителей, которые тоже являются врачами, поэтому выбора другого в принципе у меня в свое время не было. И во многом заслуга этого коллектива, в котором в эндокринологическом отделении областной больницы я работаю с 1983 года. И за эти годы те коллеги, к которым я работала, у нас всегда были хорошие отношения. Мы всегда поддерживали, помогали друг другу. То есть это очень много людей, я считаю, внесли свой вклад в то, что я получила эту награду. Главное заболевание, с которым борются в отделении, это сахарный диабет. В прошлом веке эта болезнь находилась в большинстве у старшего поколения. Сегодня же недок наравне с инсультом и онкологией входит в тройку самых массовых заболеваний у людей во всем мире. Причем нередки стали случаи врожденного диабета. Все самые смелые прогнозы по росту больных с сахарным диабетом, особенно это касается больных с сахарным диабетом второго типа, они перекрываются. Если мы ожидали, что в 2025 году будет 380 миллионов в мире пациентов с диабетом, то их сейчас 420. Такое состояние активного прироста заболеваемости диабетом эндокринологи называют неинфекционной пандемией. Выделяют основные две первопричины. Это неправильное модифицированное питание рафинированными углеводами и малоподвижный образ жизни. Конечно, и наследственный фактор играет большую роль. В отделении лечатся пациенты с гипергликемией, чьи единицы показания сахара крови превышают более 35 единиц при норме 5,5. Врачи помогают пациентам урегулировать уровень глюкозы в крови. В ответ они получают искренние слова благодарности. Пациенты рады за новый статус своего доктора. Во всех отношениях действительно рады за него. Она действительно заслужила. Действительно заслуженная. Действительно очень внимательная и очень опытная и многознающая. И не только она, и вообще она подобрала такой коллектив. Молодец. Мы очень рады за нее. Сегодня эндокринологическое отделение областной больницы располагается в терапевтическом корпусе, где занимает два этажа стационара. На одном из этажей в прошлом году завершились капитальные ремонтные работы. В каждую палату подведен кислород, улучшили санузлы и душевые. Теперь пациенты могут получать лечение в более комфортных условиях. В эндокринологии также обследуются люди с заболеваниями щитовидной железы и дефицитом йода, гипофиса и надпочечников. Антон Никонов и Юрий Ламатов. Улправда ТВ.